Уральский турнир Уральский турнир Уральский турнир Мы были девочкам в психологическом плане. Немножко были игры с шахтером. Например, игра проходила в 7 часов вечера. И на следующий день у нас следующая игра была с Астаной в 10 утра. То есть не было у нас собраться физически, потому что игры были тяжелые и не было времени для восстановления. Самым сложным этапом для футболисток стал второй тур. После поражения от Астаны они с минимальным счетом уступили Табоу. Хотя вся игра с оппонентом из Кастаная была под их контролем. Мы играли с Табоу, весь тайм мы вели под контроль мяча, у нас были атаки, просто реализации не было. И в какой-то момент у нас произошла, как бы сказать, контратака в наши ворота, и они нам забили единственный гол. Это было обидное поражение, но это нас закаляет. После этой игры мы два раза выиграли других команд. Ужитпес выиграли и Казалжар. В финальный тур пробили 10 команд. Матчи между лучшими женскими кубами обещают быть напряженными. Коллектив «Аксую-15» проведет 4 поединка в Уральске и 5 в Караганде. По их итогам будут определены все призеры чемпионата Казахстана. Мы уже третий год на чемпионате участвуем. Получается, что в 2021 году мы стали седьмой из 22 команд, в 2022 мы стали пятыми. И в этом году, даст Бог, мы займем призовое место. Я работаю четвертый год с этой командой, и в 2020 мы не выступали, так как была пандемия. И с 2021 года мы начали выступать на чемпионате Казахстана. Вообще женский футбол мы открыли в 2019 году в футбольном центре. Первая группа, которая сейчас выступает в городе Алматы, у них идет финальный этап у старших девятцев 2005-2006 годов рождения. Тогда в 2019 году мы с ними начали развивать женский футбол, и на чемпионате Казахстана мы стали бронзовыми призерами. Это как бы задало задаток для следующих девчонок, мотивация, что вот девчонки у нас есть в футбольных центрах, и они набирались у нас, приходили сами, не родители приводили, а сами девочки приходили, хотели заниматься, смотря на старших девочек. Сама Усанса Збаева играет за команду на протяжении четырех лет на позиции центрального защитника. Попала в клуб она благодаря школьному физруку, который рассказал о данной секции. Болеет девушка за испанский Реал Мадрид. Я просто во дворе вот вышла, смотрю, вот меня друг позвал, пойдем так для количества сыграть, и мне понравилось. И потом в школе начала играть, и потом меня физрук записал. Я центральный защитник, у меня второй номер. Мне нравится то, что это командная игра, и красивые забиваются голы. Работала до этого с другими тренерами, но этот тренер самый лучший. Мой папа вообще боксер, ну как, любит бокс, но не любит футбол. Я так семья единственная, кто занимается футболом. Лиза Медведева увлекаться футболом также начала во дворе. Сперва просто играла за компанию, затем был заметен явный прогресс, и она попала в частный клуб. После успехов там она прошла в команду Аксу Ю-15. Любимый игрок Лизы Неймар – бразильский нападающий. Играет он по десятым номерам. И девушка также взяла этот номер. С мальчиками играли, как-то пришла на поле, понравилось. Играла с мальчиками, потом в частном клубе тоже мальчики были. И потом попала сюда, тренер, прошла просмотр, начала играть уже три года. Конечно, здесь лучший клуб, думаю, здесь лучший тренер, потому что тренировки лучше, тренера поддерживают. На выносливость стали делать, потому что тренера заметили, что выносливость с них хватает на поле. Сейчас команда проходит усиленную подготовку к финальному этапу чемпионата Казахстана. За плечами Айгуль Храгбаевой опыт работы помощником в футбольном коллективе из мальчиков. И, как призналась тренер, женский состав более дисциплинированный. Это отличие есть. Девочки, они очень исполнительные, дисциплинированные. Им вот скажешь, один раз покажешь, у них сразу все получается. А мальчики такие немножко дисциплину немножко портят, пока там голос не повышишь и так далее. Но разница есть и в физическом плане, и в техническом. Но есть девочки, которые лучше мальчишек играют и в физическом плане, и в психологическом плане. Как бы не уступает мальчишкам. Мы играем, например, сейчас подготовка идет, мы всегда играем с мальчишками. Потому что мальчишки очень быстрее, техничнее, и много мы берем от них. У нас, получается, двухразовые тренировки. Сейчас вот мы тренировали на скоростную работу, потому что это неделя, у нас скоростная работа. На следующей неделе мы уже уезжаем. Поэтому мы работаем на скоростной реакции. Девчонки должны быстрее работать с мячом, реагировать быстрее, перестраиваться, контр-атаковать после обороны. Должны полностью брать на себя игру. Первую женскую команду в регионе из 25 девочек создали в футбольном центре Иртыш Павлодар. Сейчас уже КСУ. Тренировала поводарских девочек Ксения Постовая, которая имеет тренерскую категорию УЕФА. Она занимается на протяжении многих лет подготовкой чемпионов и призеров городских и областных соревнований. Когда набрали в футбольном центре первую женскую команду, пришло около 25 девочек. Некоторые уже занимались. У нас еще в дворовом клубе Толлахай. Тренер Ксения Николаевна работала там. Ее потом пригласили в наш футбольный центр. И она возглавляла женскую команду. Я тогда была помощником. В 2020 году во время пандемии мы открыли еще вторую младшую группу. В данный момент, которая сейчас у меня тренируется, с 2007-2008 года рождения. Сейчас около 120 девочек занимаются в футбольном центре в четырех группах. Старшая группа – это 2005-2006 год. Вторая группа – 2007-2008. Третья группа – 2009-2010 год. И четвертая группа – это 2011-2012 год. Еще плюс 13-14 годов девочки приходят. Мы их набираем. Сейчас в данный момент три группы участвуют на чемпионате Казахстана. Старшая группа уже в городе Валматы находится. Вчера провела первую игру. Сыграли с Ахтубе командой ничью. Младшая 2009-2010 годов рождения девочки играет на сегодняшний день в городе Павадаре в чемпионат Казахстана. Вчера они выиграли со счетом 1-0 команду Ухжитлес. Сегодня у них вторая игра на Спортсити. Подготовка идет очень хорошо. Девочки набираются, развиваются. Хотят заниматься футболом. Смотря на старшую команду, подтягиваются и младшие группы. Хотят участвовать на чемпионатах, показывать свой красивый футбол, не отставая от мальчиков. Где-то они во дворах играют с мальчишками, показывают свои таланты. Приходят много девочек из областей. Сейчас у нас есть девочки, которые, мои воспитанницы, играют за ордобосы в городе Шымкенте. Они показывают хороший футбол, поводарский футбол. Девочка Аяжан Абдина находится на первой строчке лучших бомбардиров. На чемпионате Казахстана она забила 16 голов. Перейти в другой клуб звали и Лизу Медведеву. В прошлом году она выиграла номинацию лучшей нападающей чемпионата. Но, как призналась футболистка, она хочет добиться успехов именно со своим коллективом. И прогресс заметен уже сейчас. Поводарская команда с каждым годом выступает на чемпионате Казахстана все успешнее. В 2021 году они заняли седьмое место. В прошлом году уже пятое. В текущем сезоне цель попасть в призовую тройку. Были шансы взять медали. Чуть не хватило, то ли не везения, не знаю даже. Может не хватило мотивации в конце, сил, не знаю. Но мы всю игру держались, думаю, могли выиграть. Самый главный соперник это Кайрат. У нас было с ним 1-1 один раз. Как-то смогли. А в этот раз проиграли, правда. Думаю, этот тур мы без проигрыша сможем. Команда настроена, тренировки усиленные. Думаю, все получится. Конечно, голова нужна на поле. Ну и выносливость. В конце нужно поджимать характер, показывать. Игра не было таких сложных, потому что мы сейчас физически очень сильно подготовлены. И так команда психологически тоже подготовлена. Сейчас, да, мы готовимся к первому, второму и третьему месту. По словам тренера, даже если игроки и уходят в другие коллективы, стиль поводарской игры у них остается. Бывший футбольный клуб «Иртыш» за долгие годы сформировал его, как на взрослом, так и на юношеском уровне. «Иртыш» свой след оставил. Поводарский «Иртыш» всегда славился. Пятикратный чемпион Казахстана. И все хотят сравняться к этому «Иртышу». Мы его никогда не забудем. Надеюсь, он возродится. Стиль, да. Все равно поводарская школа, футбольная школа, она всегда была сильная. И в СССР, и в Казахстане, и сейчас везде у всех на устах «Иртыш». Даже когда мы болгарами играли же, и тогда на устах еще до сих пор остается, что «Иртыш» сильная команда. Занимаются футболом девушки совершенно бесплатно. Число желающих к ним присоединиться постоянно растет. Чтобы это сделать, достаточно обратиться в футбольный центр «Аксу». Как заметил Айгуль Карагбаева, главное – это желание играть. В остальном помогут. Если задатки есть футбольные, даже если она умеет где-то обращаться с мячом, если у нее есть даже антропометрия, которая позволяет играть, если у нее скоростные работы, мы все набираем. Ну, много девчонок хороших есть. Есть и защитники, которые играют очень хорошо, у них есть характер. Потом у нас есть нападающие девочки, которые реализуют наши голы. Много девочек талантливых есть. Существует стереотип, что футбол – мужской вид спорта. И для девушек существуют другие, типично женские занятия. Из-за этого девушки, которые не могут себе найти подобное увлечение, отказываются отрезанными от спорта. Женский футбол разрушает этот стереотип, давая возможность самовыражаться всем, независимо от пола.